Ну, все казалось серьезнее, чем сначала я думал. Одно колесико у меня там прокололось. Нет, там вылетел винтель. И, короче говоря, теперь вместо одного надо два колеса менять. Это как минимум 400 евро обойдется на хорошенькую вышло поездку. Ну, ничего страшного, это только деньги. Страшнее, что мы нашли все-таки с этим колеса в одной фирме. А так я должен ехать в какую-нибудь любую мастерскую, там оставлять машину. Каким-то образом добираться домой непонятно как. Такси, железная дорога и так далее. Ну, а сейчас он меня в эту мастерскую отвезет. И мы с вами получимся дальше. Там заменим колесики. И поедем. Ну, аншнайлин, я. Говорит, пристегнуться. Ну, что ж, пристегнуться так пристегнуться. Мы едем в Линдау. То есть, назад почти, откуда мы приехали. Едем назад. И... О, я хотел уже порулить. Рефлекс. Рефлекс. Хотел порулить. Это лучше, чем мне тут на ночь остаться. Ну, вот, оказывается... В АДАЦ есть в нашем два тарифа. Один 50 евро стоит. Ну, вот. У меня как раз такой базовый тариф с этим тарифом. Они могут меня только до ближайшей мастерской довезти. Ну, так как он сам с этого Линдауа, то там они друг друга знают. Он был, как говорят, хиль сбирать. То есть, готов к помощи. Хотя это не ходило его обязанности. Но сейчас поедем до первого разворота, а потом поедем в Линдау. Так что, все хорошо. С такой точки мы с вами еще не снимали, да? Повезло вам. Я просто вспоминаю, как я под Воронежем вместе с тремя седаками еще на старом... И на Новом, но необъезженном Москвиче застрял. Вот это было, да. Минус 25, ветер страшный, продувает. И, как говорил Высоцкий, туда 500, сюда 500. Вот там действительно был страх. А здесь какой страх? Просто неприятно, да. Ну, все решаемо. Нам останется 16 километров. Ну, минут через 20 будем там. Ой, настоящие горы показались. Красавцы. Это значит, что мы подъезжаем. Линдау. Все правильно. Брегенс. Это уже Австрия. Мы там с вами были. Поэтому дальше не поедем. Дарим до Линдау. Починим ласточку. И домой, домой. Так, ну вот, дорогие друзья, мы тут быстренько подчинились. Мы тоже встретились с немецкой функтуальностью. То есть, как они обещали, так мы сейчас и сделали. Не сказали, что уже конец работы, нам домой пора. Это хорошо. И еще хорошая новость. Что, как я сказал, это мне грозило 400 евро. Ну, мы же с Россией, ребята, да? Я говорю, а вы на счет? Счет мне выпишите, я вам потом оплачу. Нет, нет, вы сейчас должны платить. А машина уже разули. Я говорю, ну, знаете, у меня на счету-то всего 200. Больше нету. До следующей пенсии еще целый месяц. Это плохо. Это плохо. Я говорю, ну, давайте что-то решать, в конце концов. Может быть, все-таки одно колесо поставим? Я никому не скажу. Ну, почесал, почесал, затылки с соседом переглянулись. Ладно. Поставили, короче говоря, одно. Да и все. И, ну да, 200 евро все-таки это не 400 евро, да? Вот так. Так что мы можем немножко вздохнуть. И чтобы не остались на улице ночевать, или добираться тут автостопом, или на каких-то поездах. Едем на своей ласточке дальше домой, да и все. Видите, как хорошо. Так что вот теперь я точно с вами, наверное, попрощаюсь. На этом, я надеюсь, приключение закончилось. Все, ребята, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok